Игровые злодеи Игровые злодеи Игровые злодеи А заняв его место, обнаружит, что король имел весьма веские основания обирать народ. Над королевством нависла угроза и лишь мощная армия, способна остановить грядущее вторжение сил тьмы. Создание такой армии требует огромного количества ресурсов, которые, собственно, и собирал король. 9 место. Хью Дэрроу. Deus Ex Human Revolution. Узнав, что тайное общество иллюминатов готовится встроить в каждого киборга на Земле прошивку, делающую его марионеткой, миллиардер Хью Дэрроу, создатель технологии имплантов, построил свой заговор с целью предупредить человечество о нависшей угрозе. Это похвально, правда, путь для этого он выбрал слишком наглядный. Зачем превращать миллионы людей в обезумевших зомби? Неужели недостаточно своих миллиардов и авторитета, чтобы высказаться вслух? А результаты, к которым привели его благие намерения, мы уже видели в последней части игры. Сегрегация и угнетение киборгов. Восьмое место. Создатель. Фоллаут. Мир почти погиб в огне атомной войны, но Ричард Грей, известный также как Создатель, был убежден, что нашел выход, чтобы выжить, людям надо измениться вместе с миром. На подземной базе он обнаружил огромные запасы мощного вируса мутагена, превращающего людей в супермутантов. Они не страдают от радиации, не болеют, обладают огромной силой и выносливостью и живут очень долго. Кто, если не они, идеально приспособлены к жестоким реалиям нового мира? С этой мыслью Создатель основал единство, организацию, целью которой было превратить всех выживших в супермутантов. Приходится признать, что у него были резоны. Создатель хотел спасти человечество и нашел, как полагал, самое верное средство для этого. Логейн предал своего короля, в решающий момент сражения уведя армию с поля боя. Король и его войско погибли, а Орде Порождений Тьмы был открыт путь в королевство Ферелден. Логейн же, воспользовавшись именем своей дочери, королевы Аноры, узурпировал власть в стране. Кажется, что оправданий такому поступку быть не может. На самом деле, молодой король Кайлан вел армию и государство к катастрофе. Сущий мальчишка в душе, он не желал слушать своих советников, а в войне с Порождением Тьмы видел возможность покрасоваться и прославиться. Кто тогда Логейн? Подлый предатель или же спаситель государства, делающий то, что необходимо, несмотря на общественное порицание? Шестое место. Хейтем Кенуэй. Ассасин Скрит 3. Долгое время Орден Тамплиеров казался игрокам очевидным злом. Но первый великий магистр Ордена в американских колониях Хейтем Кенуэй заставил нас взглянуть на вещи под другим углом. Оказалось, что если нам не говорить, за чью фракцию мы играем, мы и разницы-то не заметим. Ведь в бесконечных интригах Тайной войны обе стороны не слишком разборчивы в средствах. Ассасины видят идеалы Тамплиеров как стремление к неограниченной власти и тирании. Со стороны же Тамплиеров чаяние Ассасинов о свободе и отсутствии контроля выглядят как опасный и бессмысленный анархизм. В Ассасин Скрит 3 стало ясно, что в своих крайностях обе стороны правы и обе заблуждаются. Пятое место. Уоллес Брин. Half-Life 2. Доктор Уоллес Брин – ни много ни мало временный администратор Земли, назначенный на эту должность с подачи инопланетных захватчиков. С его помощью инопланетный альянс, установивший на планете жестокий тоталитарный режим, проводит политику максимальной эксплуатации местного населения. Вопрос, однако, в том, был ли у Брина, да и у всего человечества, иной выбор, кроме как покориться силе, за семь часов уничтожившей нашу цивилизацию. В этом смысле коллаборационизм Брина оправдан, если, конечно, он не сам впустил альянс на Землю в обмен на власть над планетой. Тогда, конечно, другой разговор. Но мы, если и узнаем правду, то только в третьей халфе, которая, в общем, вы сами знаете. Четвертое место. Эдриан Воклер. Shadowrun Dragonfall. Когда в киберпанковский мир Shadowrun вернулась магия, с ней вернулись и драконы. Могучий интеллект, жизненный опыт и невероятная воля к власти и богатству мгновенно вознесли их на вершины капиталистического общества. Эдриан Воклер посвятил всю жизнь созданию вируса, который уничтожит всех драконов на Земле. Проблема в том, что для успешного воплощения этого плана в начале должны погибнуть сотни тысяч людей. Это не оставляет протагонисту выбора. Он уничтожает проект Воклера. Тем самым спасая драконов. Но не был ли безумный план Воклера единственно возможным рывком к свободе? А с другой стороны, разве человечество не демонстрирует раз за разом свою слабость и волю к саморазрушению? Может, власть куда более мудрых существ для него как раз единственно возможное благо? А план Воклера – проявление всех деструктивных качеств человечества? На эти вопросы ответа нет. Третье место. Лето из Гулеты. Ведьмак 2. По сюжету игры, Ведьмак Лето убивает королей Севера по заданию императора Нильфгаарда. В награду ему обещано, что ведьмачья школа змеи будет восстановлена, а ведьмаки не будут преследоваться на территории весьма недолюбливающей магию империи. Обрушив Север в кровавый хаос, Лето нарушил ведьмачий закон. Не вмешиваться в дела людей. Однако, так ли он отличается от Геральта? Тот ведь тоже вовлечен в политические интриги королей и чародеек. Более того, по ходу игры ему самому представится шанс убить короля-тирана. Единственное, что делает позицию Геральта более морально прочной, чем у Лето, это то, что он убивает сам, а не по чужому заказу. Для главного героя третьей части женщина с позывным «Босс» не только командир, но и друг, и наставник. Тем большим шоком становится ее предательство и переход на сторону врага. Группы заговорщиков, планирующих сместить советское руководство и получить контроль над сверхдержавой. Они подрывают на территории СССР ядерное устройство, а протагонисту приходится доказывать непричастность к этому США. И тем самым предотвращать ядерную войну. Для этого он должен уничтожить виновных, в том числе и женщину, которая заменила ему мать. Однако после ее убийства мы обнаружим, что «Босс» не была предательницей. Ее план состоял в том, чтобы взять на себя вину за проваленную операцию и погибнуть от руки воспитанника, защитив родную страну. Пусть даже придется навсегда остаться в глазах истории не героиней, а чудовищем, едва не развязавшим третью мировую. Первое место. «Марлин. The Last of Us» Марлин – лидер подпольной группировки «Цикад», стремящейся справиться и с зомби-апокалипсисом, и с военной диктатурой. Решить обе проблемы может Элли, дочь подруги Марлин, единственная, кто обладает иммунитетом к гибельной заразе. Она – надежда на создание вакцины, которая спасет остатки человечества. Проблема в том, что для изучения ее иммунитета ученым нужно извлечь мозг девушки. Смерть одного ребенка или гибель всего человечества – ответ очевиден для всех, кроме главного героя Джоэла, который успел полюбить Элли как родную дочь. Поэтому, чтобы защитить ее, он убивает и «Цикад», пытающихся его остановить, и саму Марлин, которая до последнего билась за будущее человечества. Ее путь тяжел, но разве есть другой, когда на кону миллионы жизней? Разумеется, существует еще огромное множество игр, где антагонистов сложно назвать злодеями. Игромания выбрала лишь свою десятку. Не согласны? Обязательно напишите в комментариях, каких злодеев вы сами вставили бы в этот список. Мы все внимательно читаем. Если будет много серьезных претендентов, сделаем второй выпуск на ту же тему. Следите за обновлениями.